Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Правоохранители продолжают поиски одного из трех преступников, сбежавших во вторник рано утром из колонии номер 51, расположенной на Лёздорфской дороге. Двое беглецов были задержаны в день совершения побега, сообщает в полиции. Для поисков был введен в действие оперативный план «Сирена». Подняты по тревоге полицейские, нацгвардейцы, пограничники. На дорогах Одесской области были выставлены посты, проверяли транспорт на въездах в населенные пункты, отрабатывались автобусные и железнодорожные станции. Двоих беглецов, Запорожана и Загоронюка, обнаружили на территории Малиновского района. Они пытались покинуть Одессу, но это им не удалось, сообщают в полиции. Поиски третьего сбежавшего Владислава Кусписа продолжаются. Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим какой-либо информацией о местонахождении этого человека, сообщать в полицию. Мотоциклист травмирован в ДТП, которое произошло в среду утром на Лёздорфской дороге. Мотоциклист столкнулся с автомобилем «Ауди», сообщают в патрульной полиции. Водитель байка был доставлен в больницу. Обстоятельства аварии устанавливает следователь. Еще одна авария произошла на пересечении Генуэзской и Пасмитного. Около полудня там под колеса автомобиля БМВ попал пешеход. Мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, однако водителя БМВ это не остановило. Пострадавший обратился за медицинской помощью, сообщили в патрульной полиции. В следу прошла сессия городского совета и практически сразу вопрос исполнения коммунальным предприятием теплоснабжения города Одессы, кредитных обязательств и выделения на это средств из бюджета Одессы вызвал острую дискуссию. Для погашения долга перед Банком Надра и возврата двух десятков зданий коммунальной собственности, ставших залоговым имуществом, сегодня из бюджета Одессы необходимо выделить почти 200 миллионов гривен. Напомним, этот кредит был получен в каденцию Гурвица и до сих пор является проблемой. Долг города выкупила финансовая группа Юг Капитал. И уже этой компании для полного урегулирования ситуации с кредитом, пояснили чиновники, необходимо выплатить 194,5 миллиона. Почему изначальные цифры долга – около 80 миллионов, сегодня увеличились больше, чем в два раза, также на сессии разъяснили представители муниципалитета. Данное решение позволяет при его выполнении полностью закрыть вопрос по данному кредиту, данному долгу с бывшим банком Надры, который был перекуплен Тофью Капиталом. Та сумма, которая указывается в материалах решения, 194 миллиона, это финальная сумма, при уплате которой полностью вторая сторона обязуется не предъявлять никаких дополнительных претензий, и эти кредитные два договора будут закрыты. В материалах присутствуют конкретные перечень имущества, которые были залогом, на что давалось в свое время согласие сессии городского совета. Там были как наши объекты предприятия, их меньше, так и здания коммунальной собственности. После споров и объяснений вопрос по ТГО был принят 47 голосами. В итоге, до конца текущего года город должен выделить из бюджета почти 200 миллионов гривен финансовой компании Юг Капитал для погашения кредита. Приступили депутаты и к разработке изменений в генеральный план Одессы. Напомню, этот документ после почти 10 лет споров и обсуждений был принят в 2015 году. Сегодня в сессионном зале решили начать готовить в него коррективы. Изменения предполагают и некоторые городские программы. О выделении денег на реконструкцию исторических зданий, приведение в порядок которых может приблизить Одессу в ЮНЕСКО, депутаты спорят. Но решение принимают. За программу здоровья голосуют почти единогласно. Без обсуждения принимают и изменения в городскую целевую программу предоставления социальных услуг незащищенным слоям населения. Необходимость дополнительного финансирования программы замены и модернизации лифтов прокомментировал глава постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций, депутат от Малиновского района Александр Иваницкий. Мы приняли решение о выделении дополнительных 230 миллионов до конца этого года для реализации данной программы, что позволит нам установить полностью новых 260 лифтов и модернизировать еще 100 лифтов, для того, чтобы выйти на показатель к концу года полной замены порядка 500 лифтов в городе Одессе. И смею заметить еще о том, что в эту программу включены замены лифтов в наших медицинских учреждениях. Мы очень надеемся на то, что мы сегодня закрываем в первую очередь тот, так скажем, критический список, который был, так скажем, в арестном листе в определении суда, как тех лифтов, которые запрещены к эксплуатации. Я очень надеюсь на то, что мы до конца 2018 года закроем полностью этот список. Ну, может быть, останется буквально 100-150 лифтов, которые мы обязательно перекроем в 2019 году. Выделение средств национальной и патрульной полиции в рамках программы «Безопасный город» на 2017-2019 годы пояснил городской голова. Что касается нашей помощи полицейских, наша программа сегодня видеонаблюдения, видеомониторинга, одна из лучших в Украине. Мы на это выделили большие деньги. И перед нами стоит задача обеспечить безопасность жителей в городе по всем, по многим направлениям. Поэтому нам с вами решать, конечно, как выделять деньги, куда выделять деньги. Но я бы сказал, что нам необходимо более погружаться в этот вопрос. Не вот просто смотреть, что мы выделяем средства. Сегодня наша задача обеспечить в общегосударственной органах местного самоуправления, обеспечить всем необходимым в личный состав национальной полиции, патрульной полиции, помочь, оказать помощь им. И потом спрашивать, куда эти деньги пошли и какой порядок и безопасность нам они обеспечивают. Обсудили депутаты строительства школы на Говорова и проголосовали за создание на ее базе Одесского лицея «Европейский». В рамках рассмотрения вопроса об установлении местных налогов и сборов подняли тему стоимости прибрежных парковок. Своим видением этой проблемы поделился глава постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Александр Иваницкий. Есть вопросы, связанные с тем, что необходимо действительно туда доставлять людей с ограниченными возможностями, физическими возможностями. И этим должен заниматься город, и город этим занимается. Я считаю, это моя личная гражданская позиция, позиция как Одессита. Я сам не позволяю себе на автомобиле выезжать на пляж. Я сам иду пешочком, либо на велосипеде. И призываю всех одесситов и гостей нашего города придерживаться такого же правила. А тариф, который сегодня установлен, я считаю, что он занижен. Он должен быть гораздо больше, потому что это метод тарифного регулирования, который таким же образом защитит нашу прибрежную зону и парковую зону от заезда туда излишнего автомобильного транспорта. Даже знать не хочу, честно говоря, но, по-моему, 50 гривен в час сегодня установили. Это копейки. 50 гривен в час – это реально копейки, если говорить в разрезе общемировых тенденций, да, европейских тенденций. Сегодня автомобиль в прибрежной зоне или автомобиль в парковой зоне – это нонсенс. Это ненормально. Поэтому я считаю, что это тоже метод отучить многих из, так скажем, нерадивых граждан заезжать в зеленые зоны нашего города. Пришли на сессию и одесситы, пытающиеся привлечь внимание депутатов к своим проблемам. Сегодня в сессионный зал принесли плакаты жителей дома в Книжном переулке. Также пришли представители ОСМД Вильямса, у которых затяжной конфликт с застройщиком экс-депутатом городского совета Киктенко. А часть нынешних депутатов не устроила внесения в повестку дня буквально в ночь перед сессией вопросы о создании наблюдательного совета коммунального предприятия Международный аэропорт Одесса и утверждение устава КП в новой редакции. По итогу обсуждений вопрос все же был принят. Еще одна новость касательно воздушных ворот города. Сегодня же стало известно, что на строительство взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта правительство намерено выделить 253 миллиона гривен. По словам министра инфраструктуры, уже в 2019 году благодаря обновленному аэропорту Одесса станет южным хабом. Пока же активы Одесского аэропорта остаются под арестом. Решение оставить без удовлетворения жалобу ООО Международный аэропорт Одесса и ООО Одесса Аэропорт Девелопмент о снятии ареста с активов принял апелляционный суд Киева. А потому шансы на возврат имущества территориальной общине города Одесса выросли, отмечают эксперты. Арест на активы аэропорта был наложен в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского гурсовета и ООО Одесса Аэропорт Девелопмент. Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества аэропорта в пользу субъектов хозяйствования. Это произошло в результате создания гурсоветом и Одесса Аэропорт Девелопмент, конечными владельцами которого на тот момент были местные одесские предприниматели Кауфман и Грановский ООО «Международный аэропорт Одесса», в уставной фонд которого было передано имущество КП «Международный аэропорт Одесса». Таким образом, 75% акций отошли частным владельцам. В ходе расследования детективы НАБУ инициировали наложение ареста на имущество созданного общества с ограниченной ответственностью. В среду утром правоохранители проверяли анонимное сообщение о минировании одного из корпусов Одесского национального медицинского университета на улице Ольгиевской. Взрывотехники, кинологи с собаками, следственная группа, спасатели и медики прибыли на место вызова. Людей эвакуировали, помещение проверили, взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили. Напомним, накануне министр здравоохранения Ульяна Супрун уволила занимаемой должности ректора медуниверситета Валерия Запорожана. Уборочные машины на улицах города Миллионника – это привычно и необходимо. Туристическая Одесса также следит за чистотой и привлекательностью. Встретить же такой мини-пылесос внутри квартальных проездов в спальном районе довольно неожиданно. Делится впечатлениями одесситы. О новом проекте «Чистый город» далее. Нынешней весной в Киевском районе стартовал новый проект от основателя благотворительного фонда «За Одессу» Виктора Баранского «Чистый город». По заявкам одесситов, раз в неделю уборочная машина приезжает и проводит генеральную уборку дворов. На сегодня в программе приняли участие уже 120 дворов Киевского района. Ко мне, как человеку, ответственному за Киевский район нашего родного города, мы начали поступать многочисленные просьбы от наших земляков, от горожан о том, что необходимо проводить очистку придомовых территорий. Мы, естественно, приняли все меры, которые у нас, всевозможные меры для того, чтобы пойти навстречу людям, так как, ну, это наша основная обязанность и задача, да, и мы будем всегда делать, ну, стараться, во всяком случае, делать максимально от нас зависящее для того, чтобы идти навстречу людям и выполнять их просьбы и поручения. На встрече Виктора Баранского с жителями ОСМД «Дружный-59», одного из участников проекта, обсудили все замечания и пожелания людей по работе программы «Чистый город». Инициатор проекта также лично убедился в качестве работы, проверил работоспособность машины. Жильцы дружного единогласны, проект нужный и своевременный, тем более, что для ОСМД участие в нем – продолжение длительного плодотворного сотрудничества. Пользовались его программой помощи ОСМД и тоже ему за это очень благодарны, потому что с его помощью мы тогда смогли, ну, это был, скажем так, для нас, как для ОСМД, маленький старт, нас включили в эту программу, раз в неделю к нам приезжает машина, моет наш двор, но очень довольны, потому что все равно какая-то влажная уборка, плюс эта машина работает, как моющий пылесос и хотя бы частично избавляет нас от этой пыли. Люди отмечают, такая уборка необходима, особенно жарким летом. Сказать, что нравится – это мало, очень нравится, потому что двор стал чище, двор стал аккуратней, ухоженней. И детям, и проживающим здесь людям, жить, конечно, комфортней и отдыхать комфортней. Я очень рада, что у нас такая машина, и вот, что у нас наконец-то будет свежий и чистый воздух, что наш асфальт станет чистым. Поддерживают соседей и жильцы дома по Вильямсо-57. Здесь также проходит еженедельная уборка двора. Точно так же, как и в 59-м домах, убирается эта машина и в нашем. Мы очень довольны, потому что столько, сколько мы живем в этом доме, вот без малого через неделю где-то будет 30 лет, нас никогда никто не делал такую влажную уборку. Поэтому мы, мы просто очень большое спасибо говорим, безмерно благодарны. Уборочная техника работает в максимальном режиме. Заявки на работы от жителей продолжают поступать в приемную. Но останавливаться на этом Виктор Баранский не собирается. Когда эта власть уйдет и с Божьей помощью придет власть людей ответственных, которые заинтересованы в развитии города Одессы и всей страны в целом, мы знаем, как это сделать, как достичь благосостояния, как достичь успеха. А уже сейчас, уже сейчас делаем все от нас зависящее, чтобы уже улучшить стандарты жизни для наших горожан. Знаете, как мы, кто-то идет в Европу, а мы делаем Европу в наших дворах. Что же касается дальнейших планов оказания помощи жителям Киевского района в уборке дворов, только первая ласточка, отмечает Виктор Баранский. В рамках проекта «Чистый город» одесситов ждет еще серия мероприятий. Принять участие в них может каждый дом, ОСМД или ЖСК, оставив обращение в приемной Виктора Баранского. Вопросы гендерного равенства сегодня обсуждаются в самых разных аспектах. Не обошли стороной эту тему и на Одесском международном кинофестивале. Организаторы и гости кинофорума провели международную конференцию «Гендерное равенство. Миф и реальность». Среди создателей фильмов, продюсеров, людей, работающих в кинобизнесе, пока больше мужчин. Хотя в Украине ситуация оптимистическая, отметила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тегибко. Мы гордимся тем, что Украинская киноакадемия представлена большинством женщин. Из 300 членов киноакадемии 70% – это женщины. Организаторы кинофестиваля учитывают гендерные вопросы и при формировании программы. В этом году мы выделили целую секцию в рамках программы ОМКФ. У нас есть 9 фильмов, которые были созданы женщинами. Три из них были созданы в тандеме – режиссеры, женщина и мужчина. И мне кажется, нам надо улучшать эту тенденцию. В Европе создано сообщество, объединяющее и поддерживающее женщин, творчество которых связано с аудиовизуальным искусством. Сообщество Ева – это организация, основанная на членстве, которое объединяет женщин-профессионалов киноиндустрии. Не только режиссеров, продюсеров, сценаристов, но и всю команду, работающую над фильмом. Говоря о фильме, мы все понимаем, что это командная работа. Есть режиссер, есть монтажер, есть продюсер. То есть много людей задействованы в работе над одним фильмом. Но когда мы в 2012 году посчитали процент женщин, работавших над картиной, которую мы поддерживали, это составило 23%. И, как оказалось, мы были на самом низком уровне участия женщин в киноиндустрии. Что касается кино как вида бизнеса, то здесь финансовые показатели женщин выше, чем у мужчин, отметила Виктория Тегибко. Среди основателей стартапов 15% – это женщины. И примерно такие же показатели в киноиндустрии. Женщины получают от своих стартапов на один доллар больше, нежели мужчины. Женщины практически в два раза больше получают, если инвестируют в стартапы. На конференции подчеркнули, что современное европейское общество стремится к тому, чтобы уже в 2020 году участие мужчин и женщин в киноиндустрии было равным 50 на 50. Полиция проводит проверку по факту избиения женщины в маршрутке города Черноморска. Напомню, видео о том, как один из пассажиров бьет мужчину и женщину, но ни водитель, ни другие пассажиры на это не реагируют, опубликовали в соцсетях. В то же время, пока правоохранители ищут дебошира, неизвестные люди сами нашли его, заставили извиниться, сделали видеозапись и выложили ее в интернет. Полицейские пообщались с пострадавшей женщиной, однако она почему-то отказалась писать заявление, сообщают правоохранители. Опросили также водителя и пассажиров маршрутки, которые наблюдали за избиением. Личность драчуна установили, его ищут, сообщают в полиции. Тем временем, в среду в соцсетях распространили видеозапись, на которой человека, якобы являющегося дебоширом из маршрутки, бьют и заставляют извиниться перед избитымой мужчиной и женщиной. Одесские водители обсуждают в соцсетях ситуацию вокруг перекрытия участка улицы Сигецкой. Делятся впечатлениями и рассказывают истории. В частности, пишут о предприимчивых детях, которые в одном из дворов на Сигецке установили дорожно-мороженный сбор, загородили проезд шинами и просят деньги за проезд автомобилей через их двор. Тем временем пробок на Сигецкой и прилегающих улицах меньше не стало. Теперь перегружена и улица Краснова. А на участке Фонтанской дороги в районе Третьей станции не уменьшается поток автомобилей, проезжающих по встречной полосе или тротуару, чтобы выехать на артиллерийскую. Полицейские временами появляются на этом участке, однако постоянного поста здесь нет. А ответственные структуры еще, видимо, не пришли к единому решению по поводу возможности временного изменения здесь схемы движения. Свыше 12 миллионов граждан Украины уже выбрали себе семейных врачей и подписали с ними декларации. В Одесской области договоры заключили 545,5 тысяч человек, то есть примерно каждый четвертый житель региона. 152 медучреждения из страны в середине июля уже получили на свои счета первые деньги от государства на финансирование услуг семейных врачей. Таковы официальные данные. Мнения одесситов по поводу нововведений в сфере медицины и, в частности, необходимости заключения декларации с семейным врачом неоднозначны. А что она дает эта реформа? Она же ничего не дает. Что так деньги платить, что так деньги платить. Что, лечащий врач, которым я заключу договор, он мне поставит правильный диагноз или он будет меня лечить? Найдут много причин, чтобы я бегал по каким-то больницам. Спасибо зарядке, здоровье в порядке. Особой разницы я не думаю, что есть, потому что болезни остаются те же. Ну, я не знаю, как там по оплате еще, еще никто ничего не платил, но как бы перешли пока те же врачи, что были на участке, пока перешли в семейные. А жизнь покажет. В принципе, система несовершенна абсолютно. Она не поддержана материально. Сейчас, предположим, я должна пойти в больницу на лечение. Денег нет. В больнице денег нет. Они гарантируют только первое обследование. Пока будет такая система, пока не будет денег в государстве, то лечить нас не будет никто, и мы будем потихоньку вымирать. Как это будет? Без понятия. Есть семейный, ну, как семейный доктор, участковый наш терапевт, но как это, что это будет? Без понятия. Может, будет лучше, а может, и как всегда так и останется. У нас же все вроде бы хотят как лучше сделать, а получается, как всегда, и становятся те же грабли. Но все же многие наши собеседники говорят, декларации с врачом уже подписали. Это в основном те одесситы, которые хорошо знают своего доктора и доверяют ему. Я выбрала того врача, о котором хорошие отзывы и хорошее мнение. Я считаю, что немало важно, чтобы между пациентом и врачом было понимание на психологическом уровне. Врач хороший, думаю, наберет больше нормы, а потом уже нельзя будет попасть. Я быстренько, как говорится, заключила договор. У нас врач очень симпатичный, молодой и перспективный. У меня к нему возникло доверие. Я даже рекомендую этого врача своим соседям. Он сразу дал мне все домашние телефоны. Это многому говорит. Мы заключили всей семьей. Врач, мы ее знаем, она у нас давно обслуживает. Как бы доверяем ей нормально. То есть можно в любое время позвонить, она и прийти может, и посоветовать, проконсультировать все, что нужно. То есть пока довольна, что дальше с этого будет, мы не понимаем. Подписание декларации с семейными врачами лишь часть реформы здравоохранения, которая в целом должна перераспределить сферы ответственности между семейной, профилактической, ургентной и плановой медициной. О том, насколько реализуема реформа в нынешних реалиях системы оказания медицинской помощи, после новостей в программе «Тема дня» рассказывает главврач 11-й городской клинической больницы Николай Турчин. У нас, к сожалению, сегодня приемное отделение, это отделение, где выписывают историю болезни, берут необходимые анализы и в лучшем случае делают кардиограмму и УЗИ. И то не везде. А то, чтобы в приемном отделении должно быть как минимум две палаты интенсивного лечения, а то и три, должно быть своя операционная, своя перевязочная и так далее, то, естественно, этого, конечно, нет. А задача больницы интенсивного лечения или органики рочной больницы заключается в том, чтобы пациента привезли в приемное отделение, выгрузили из каталки. И дальше уже в этом приемном отделении, не перевозя пациента в другие лечебные учреждения, оказываясь всю помощь, стабилизируя состояние пациента. Это, грубо говоря, практически реанимационное отделение на этапе госпитализации. Поэтому и задача то, чтобы пациенту не оказывать помощь дома, когда ты пытаешься его спасти, а у тебя не получают, потом ты думаешь, что вот, а уже пора вести больницу, а время ушло. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. В среду прошла сессия городского совета. Острую дискуссию вызвал вопрос исполнения коммунальным предприятием теплоснабжения города Одессы кредитных обязательств и выделения на это средств из бюджета Одессы. Также выделили средства национальной и патрульной полиции в рамках программы «Безопасный город» на 2017-2019 годы. Необходимость этого пояснил городской голова. Сегодня наша задача обеспечить в общегосударственной органах местного самоправления, обеспечить всем необходимым личным составом национальной полиции, патрульной полиции, помочь, оказать помощь им. И потом спрашивать, куда эти деньги пошли и какой порядок и безопасность нам они обеспечены. Вопросы гендерного равенства сегодня обсуждаются в самых разных аспектах. Не обошли стороной эту тему и на Одесском международном кинофестивале. Организаторы и гости кинофорума провели международную конференцию «Гендерное равенство. Миф и реальность». Говоря о фильме, мы все понимаем, что это командная работа. Есть режиссер, есть монтажер, есть продюсер. То есть много людей задействованы в работе над одним фильмом. Но когда мы в 2012 году посчитали процент женщин, работавших над картиной, которую мы поддерживали, это составило 23%. И, как оказалось, мы были на самом низком уровне участия женщин в киноиндустрии. Свыше 12 миллионов граждан Украины уже выбрали себе семейных врачей и подписали с ними декларации. В Оресской области договоры заключили 545,5 тысяч человек, то есть примерно каждый четвертый житель региона. 152 медучреждения страны в середине июля уже получили на свои счета первые деньги от государства на финансирование услуг семейных врачей. В принципе, система несовершенна, абсолютно. Она не поддержана материально. Сейчас, предположим, я должна пойти в больницу на лечение, денег нет. В больнице денег нет. Они гарантируют только первое обследование. Пока будет такая система, пока не будет денег в государстве, то лечить нас не будет никто, и мы будем потихоньку вымирать. Как это будет? Без понятия. Есть семейный, ну как семейный доктор, участковый наш терапевт, но как это, что это будет? Без понятия. Может будет лучше, а может и как всегда так и останется. У нас же все вроде бы хотят как лучше сделать, а получается, как всегда, и станут на те же грабли. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.